По сути, началось это все с моей дочки. Ей 5 лет. Однажды она смотрела на YouTube видеоролики и нашла там видеообзор кукольного домика. Подбежала ко мне и говорит, она, посмотри, какая идея замечательная, я хочу такой домик. Я посмотрела, мне очень понравилось, потому что действительно очень увлекательно. Ребенок может играть и развиваться. Взяла, достала все свои ткани, остатки, пуговки, замочки. Мы с ней выбрали подходящие ткани. И вот так вот вместе она подавала идеи. Она заказывала, что ей нужно в этот домик. И за несколько дней мы вот так сшили ей мои первые стили. Ну и, конечно же, ее подружки видели, и им тоже захотелось такой домик. И мамочки стали просить, заказывать, чтобы я им тоже пошила такую замечательную игрушку. Это развивающее пособие для детей. Оно, конечно, развивает ребенка с разных сторон. Развивается и мелкая моторика. Развивается фантазия, потому что ребенок проигрывает какие-то ситуации жизненные с куколкой. Но самое главное моей идеей было внести в эти домики наш колорит. Чтобы этот домик приносил пользу со стороны наших обычаев и традиций. Чтобы ребенок мог легко в игровой форме научиться и знать те основные вещи, которые непосредственно пригодятся в его жизни. В этих домиках предусмотрено, вот в комнатке в спальне находится постель на воздух. И девочка с мамой может научиться в игровой форме читать намаз. Есть кухня, есть столовая. За столом можно, разыгрывая с куколкой, выучить суфрадуаса. И я думаю, что это так ненавязчиво, легко. И на самом деле как раз таки все основные моменты, которые мама хочет научить своей дочь, можно проигрывать и учиться. Когда я за работой, я просто отдыхаю. Потому что шить можно разные вещи, но когда ты шьешь именно то, что тебе нравится, это вообще другой подход. Это идет именно как по маслу. И просто, и все легко получается. Самая комфортная ткань – это хлопчатобумажная ткань. Она идеальна для этих книжечек. Также использую фетр. Незаменимый материал. Разные пуговки, замочки, шнурочки. Потому что именно это развивающее пособие. И там необходимо. Развивающее пособие для детей можно шить от нуля и выше. Естественно, что там есть разграничения по возрасту. Например, развивающие кубики, они, конечно, для деток поменьше. Там годик-два. А книжечки, они уже для деток постарше. У меня есть инстаграм-страничка. Вот я там выкладываю все свои работы. Можно там посмотреть и выбрать то, что вас интересует. Субтитры создавал DimaTorzok